Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Сергей Снегов. Мне отмщение. Современная трагедия в старом духе. Натрикруга. Действующие лица. Действующие лица. Действующие лица. Впрочем, цветов хватает и без тех, что на подставке. На дворе июнь 1955 года. Игра начинается. Делайте ваши ставки. Тарасовна ходит по сцене, прибирается, перекладывает предметы с места на место. Сегодня суббота. Семья должна приехать на дачу. Уже с полчаса, как прошла электричка, от станции два километра. Тарасовна поглядывает на часы, качает головой. Ей кажется, что ее терпение нарочно испытывают, и она заранее сердится. Звонит телефон. Тарасовна спешит к нему. Ее плохое настроение сказывается и на разговоре. Тарасовна. — Маринка, ты? Вот же беспутный, так задерживаться. — Не Маринка? — Да. Квартира Белогорова дачи, да. — Нету хозяев, нету. — Кого? — Отрадясь, о таком не слыхала. — Да нет же, — говорю, — нет у нас, Трофимова. Никогда не бывало. — И в гости не ждем. Леонид Парфенович приедет с минуты на минуту. — Ладно, звоните, только делает напрасные, да. Кладет трубку. Вот же настырная. Вбегает Марина. Не то еще девочка, не то уже девушка. Она, естественно, считает себя взрослой. Марина такая живая и говорливая, что не замечаешь, красива она или нет. Марина. — Тарасовна, приветик. — Тарасовна. — Одна. — Вдвоем. — Никого не вижу. — А голод? — Второй час терзает. Дай заморить червячка. — Пойди умойся. — Не обязательно. — У меня обязательно. Марина напевает, вальсируя. — Тарасовна, у меня ноги не ходят. — Ах, какие цветы! Что за чудо наша дачка, Тарасовна? Вновь я посетил тот уголок земли, где я провел изгнанником два года незаметных. Всю неделю мечтала, что в субботу поедем сюда. На речке купаются? — Достанешь утром купальник. — Голубенький, с прошлого года. — Тарасовна, совесть у тебя есть? — Ноги не ходят, а танцуешь. — Танцевать я могу и голодная. — Единственный способ заглушить муки голода — языком молочь. — А чем мне молотить, хвостом или руки в ход пускать? — Целует Тарасовну. — Ты меня доведешь до безумия? — Спроси папу. Он тебе разъяснит, что от голода человек тупеет. — Так что будет ужин? — До ужина! — Колбаски найду, если предъявишь чистые руки. — Ради колбасы можно. — Убегает, напевая. Тарасовна готовит бутерброд. Марина возвращается и хватает его со стола. — Почему одна? — Мама с уважаемым Леонидом Парфеновичем приедут на машине. На электричку они не успели. — А ты не с ними? — Как видишь, дорогая Тарасовна, с мальчишками ехала. — Все провожатые. — Попутчики. — Ухажеры. — Приятели, так скажем. В нашей школе подбор мальчишек неудачный. Сплошь молчальники или трепачи на воздыхателей не тянут. Или рожи строят, или лап суют. — Как ты сказала? — Ну, на поклонников. Тебе непонятно? — Я насчет лап и рож не люблю таких слов. — Думаешь, я люблю? Но к мальчишкам нашей школы только такие слова подходят. Все иное — лакировка действительности. Разговаривать с тобой. И мальчишки это же говорят. Я жуткая реалистка. Чтобы не разочаровываться, твердо решила не очаровываться. — А провожать тебя за сто верст едут. Пустяки. Со следующей электричкой вернутся. И так каждый раз. Всего один день в неделю. Входят Надежда и Белогоров. Еле сорок, ему сорок пять. Он высок, красив, благообразен, значителен. Она проста и сердечна. Неважно, красива она или нет. Элегантна или мешковата. Как в дочери все забивает порывистость и говорливость, так в Надежде все поглощается женственностью. У нее мягкий на полутонах голос. Такие голоса всегда называли милыми. Эта словечка, вероятно, точнее всего определяет сущность Надежды. Она мила. Надежда. Маринка. Перед ужином. Марина. Все в порядке, мама. Заправляюсь перед дальним походом к столу. Смотри, если потом не будешь есть. Никаких потом. До ужина я еще дважды проголодаюсь. Как в саду, Тарасовна. Розы расцвели, а сирень уже отошла. Пойдем в сад, Леня. Белогоров, иди одна. Я отдохну у себя перед ужином. Работать будешь? Сегодняшний вечер только наш. А разве не все вечера наши? Да когда они наши? Я тебя вижу лишь в электричке, в машине и здесь, на даче, за ужином и обедом. Удивительное совпадение. Именно в это время и я тебя вижу. Еще в клинике встречаетесь. В клинике мы не встречаемся, а работаем. Он дает указания, я исполняю. Ленечка, не садись за статью. Тебя потом не оторвать. А я, честное слово, очень голодна. Ужин готов. Через три минуты можно есть. Марина. Если три минуты, то пройдет ровно тридцать, пока усядемся за стол. Какая я умная, что перекусила. Белогоров поднимается наверх. Надежда и Тарасова скрываются за внутренней дверью. Марина, напевая, вальсирует вокруг стола. Опять звонит телефон. Да, квартиры профессора Белогорова. Я, Марина, дочь. И папа, и мама приехали, да. Кого позвать? Такого нет. Нет, и не слышал о нем. Если бы папа кого ждал, он сказал бы. Хотите, позову папу, он сам объяснит. Пожалуйста, ваше дело. Последняя электричка приходит в 11.40, согласитесь, в гости поздно. Я все-таки позову папу или маму, они, возможно, знают Трофимова. Как хотите. Не стоит благодарности. Входит Надежда Старасовна. Надежда. Кто звонил? Какая-то женщина со станции узнавала, нет ли у нас Трофимова. Какого Трофимова? Какой-то ваш с папой знакомый. И меня о Трофимове, дама, допрашивала. Наверное, та самая. Может, из бывших наших больных? По-моему, был один полковник Трофимов. Ему Леня делал резекцию желчного пузыря. Я ассистировала. Два камня с голубины, яйцо, полсотни с горошину, масса песку. И он живет не то в Коломне, не то в Зарайске. И, значит, яйца с букетом. Благодарить за выздоровление. Ой, только бы не сегодня. Так не хочется посторонних. Тебе понравилось в саду, мама? Такой воздух, такие краски, Маринка. Пойду полюбуюсь. Тебе лишь бы на стол не накрывать. Пусть идет, Тарасовна. Надежда и Тарасовна раздвигают стол, ставят на него еду. Стук в дверь. Тарасовна. Вот шальная, уже с парадного входа зашла. Стук повторяется. Надежда. Марина, не дури. Дверь открывается и появляется Кирилл Трофимов. Он медленно идет к Надежде. Она ждет его, бессильно опустив руки, лишившись голоса. Узнает его она, разумеется, сразу, но проходит несколько мгновений, прежде чем это скорее ощущение, чем знание становится отчетливым пониманием. Тарасовна, почувствовав, что воздух в комнате словно завибрировал, тоже немеет. Неподвижность и потерянность Надежды дают Трофимову возможность начать разговор именно так, как, возможно, он придумывал многие годы. Кирилл. Кирилл. Не узнаешь, конечно, Надежда? Кирилл. Бросается к нему, прижимается, дрожит, беззвучно плачет. Узнала. Ну и надо, перестань. Прошу тебя, успокойся. Тарасовна. 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 Для нее проворством чуть ли не взлетает по лестнице. Не могу прийти в себя, Кир. Кир, ты, неужели ты? Привидения в двадцатом веке не модны. Боже мой, ты. И какой красивый, какой молодой. Как ты смеешь говорить о старости? Ты совсем не переменился, совсем. Нет, Надя, я переменился. А если на внешности не сказалось, так потому, что в холодильнике, где я жил, все живое консервируется. Надежда, слова его доходят до нее не сразу. Она все еще ошеломлена его неожиданным приходом. В холодильнике? В Заполярье. Морозы там зверские, жизненные процессы замедляются, а старение — главная функция жизни. Надежда снова прижимается к нему, снова плачет. Кир. Кир, успокойся, прошу тебя. Сверху сбегает Белогоров, за ним спускается Тарасовна. Белогоров. Кирил, неужели ты? Кирил смеется. А ты посмотри. Может, не я? Ты, конечно, ты. Троекратно целуются. Надя, он не переменился. Раньше был неприлично почтенен, сейчас неприлично молод. Ни морщинки, ни седого волоска. Кирил, есть морщины, есть и седина. Только они во мне, внутри они снаружи. Понимаю. Сколько ты вынес? А мы уже считали, что я умер. Знаю. Столько лет. И ни словечка, ни весточки. Десять лет в тюрьме без правой переписки. А потом... Об этом мы еще поговорим. Обязательно поговорим. Ты у нас ночуешь, это ясно. А какие планы? На завтра? На ту неделю? Надолго в Москву? И откуда ты? Из каких дальних мест? Леня, ты задал столько вопросов, что отвечать нужно весь вечер. Тогда скорее ужинать. Да, шампанское у нас есть. Тарасовна. Не уж не быть. Надежда. Кирочка, садись на диван, сильней. А мы быстро все приготовим. Кирилл. Может помочь? Белогоров. Занятие нехитрое. Накрывать на стол. Управиться сами. Мужчины садятся на диван. Кирилл. Ты, я вижу, домашний деспот. Вял сатрапическое правление, как говорили у нас на севере. Сатрап из меня не очень, а вот не мешать просят. Это этим пользуешься. Удобно? Прикидываться неумехой. Только в хозяйственных делах. Моя единственная привилегия ничего не понимать в хозяйстве. В остальном я, в общем, нормальный человек, да и работник. Без особых нареканий. Скромничаешь. Думаешь, в своей глуши я разучился читать по-русски. Знаешь, как у нас называется твой курс хирургии внутренних органов? Библией скальпеля. Настольная книга в клиниках. Я внимательно следил, как ты поднимался до всесоюзной знаменитости. Ступенька за ступенькой. Ступенька за ступенькой. Ступенькой. Какая там знаменитость? Именитость. Это да, на это я еще соглашусь. Чины и звания. Только и всего. Главриат Сталинской премии все-таки. Мало ли кому эти премии давали. Подошла моя очередь. Получать, получил. Вроде выслуги лет. Надежда. Леня, не скромничай. Если кто и получил премию не за выслугу, а за заслугу, так это ты, Кирилл. Полностью поддерживаю. Как врач-практик и один из незаметных учеников и почитателей профессора Белогорова. Между прочим, на севере я первый оперировал желчные протоки по твоему методу. И ни одному человеку продлили жизнь твои искусственные желчевыводящие трубы. Белогоров. Не понимаю, Кир. Следил за моей работой, читал мои книги, даже оперировал по моему методу. А чтоб словечко написать, хоть уведомить, что жив, нет? Надежда. Ты ведь не мог не знать, как мы мучаемся от неизвестности. Я начинаю думать, что ты жестокий человек, Кир. Не сердись, я шучу. Я знаю, какой ты добрый, Кирилл. Загадка, правда? А я вовсе не добрый, а жестокий и непреклонный. Я вообще узнал о себе много нового. Ты не можешь быть таким. Я стал таким. Говорю тебе, я переменялся, или точнее развился, реализовал изначально заложенные во мне гены жестокости и прямоты. Прям ты был и раньше. А вот насчет генов жестокости... Насчет генов скажу я. У нас в институте шутят. Назовите неприличные слова из трех букв, при упоминании которого все биологические дамы с бородами и без краснеют и опускают глаза. Ответ — ген. Дорогие друзья, вы прослушали фонограмму, созданную издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья». Копирование, воспроизведение, переработка и иное использование данной фонограммы или любой ее части, без согласия правообладателя, является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все права защищены. Субтитры создавал DimaTorzok